Здравствуйте! В эфире рубрика интервью дня. Тема нашей беседы – участие некоммерческих организаций Республики ТВ в конкурсе грантов президента Российской Федерации. В гостях у нас Лифанова Эльвира Сергеевна, председатель комиссии развития гражданского общества, волонтерства Общественной палаты Республики ТВ. Андар Аяс Валерьевич, председатель региональной общественной организации Совет молодых врачей Республики ТВ. И Оржак Ольга Сергеевна, начальника дела Департамента по делам молодежи и некоммерческих организаций. Здравствуйте! Ольга Сергеевна, расскажите, сколько всего некоммерческих организаций у нас в Республике и по каким отраслям они разбиты? По официальным данным сайта Управления Министерства юстиции России по Республике ТВ, у нас в Республике ТВ зарегистрировано 398 некоммерческих организаций. Но приблизительно определить количество некоммерческих организаций, которые направлены на решение социальных проблем общества, очень трудно. Но по нашим данным, по данным Департамента, около 230 некоммерческих организаций могут быть так или иначе привлечены в мероприятия на реализацию социально ориентированных проектов. И только половина из них на сегодняшний день очень активны, то есть функционируют, можно сказать, работают с государственными органами и так далее. По отраслям самое большое количество НКО это в спорте, их 55, в культуре 35, в образовании 24 НКО, в медицине 14, то есть в социальной защите и так далее. Количество НКО достаточно большое и хотелось бы активизировать их деятельность, потому что на самом деле около 400 НКО, а большинство людей не слышит и не видит их на сегодняшний день. И Департамент буквально создал свой реестр НКО, куда входят более 200 представителей, с которыми мы постепенно уже начинаем разрабатывать свой механизм взаимодействия, сотрудничества и вовлекать их в общественно-политическую жизнь. О мерах поддержки некоммерческих организаций? На сегодняшний день, получается, из 24 органов исполнительного власти только, может быть, 3 органа проводят грантовые конкурсы для некоммерческих организаций. Это Министерство труда и социальной политики Республики ТВА, Агентство по делам национальностей и Департамент по делам молодежи некоммерческих организаций. Что касается нашего конкурса, то этот конкурс рассчитан для тех некоммерческих организаций, которые готовы найти помещение, в рамках которого они будут реализовывать всю свою деятельность. То есть грантовые субсидии будут предоставляться на ремонт помещения или же на приобретение оборудования для этого помещения. Данный проект постановления, он на стадии согласования, я думаю, в ближайший месяц он утвердится. Спасибо. Эльвира Сергеевна, расскажите о фонде президентских грантов. Сколько всего заявок, на какую сумму подано? На первый конкурс президентских грантов 2019 года, всего их будет 3 в этом году, от Республики ТВА было подано 25 проектов. Я считаю, что для нашего региона это прорыв. Причем прорыв не просто именно в заявках, а прорыв в развитии гражданского общества. Потому что вот эти некоммерческие организации, они стали более активны, они очень тесно взаимодействовали с нашей общественной палатой региона. Мы проводили консультирование, старались помочь, дать экспертную оценку проектов для того, чтобы действительно заявка была зарегистрирована. И то, что сегодня 25 проектов, это просто удача. Но это пока только регистрация. Дальше будет независимая экспертиза. И сколько из этих проектов будут победителями, мы узнаем только уже летом этого года. Сумма, которую запрашивают некоммерческие организации, 27 миллионов 125 тысяч рублей. Внушительная сумма. Это не значит. Тут вопрос в том, насколько качественно будет реализован этот проект. Есть ли люди, которые будут реализовывать этот проект. И сама работа. Да, вот сама работа. Потому что мало кто включает туда себе зарплату. Потому что все-таки это личное время, которое каждый волонтер, каждый вот этот руководитель проекта высвобождает для того, чтобы отдать свои силы на развитие общества. И проекты есть и на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Это вот язык мой, друг мой, то, что от Союза журналистов России, то, увы, была подана заявка. В основном, конечно, это охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни. То есть это и культурные проекты. Это то, что сегодня очень необходимо для республики. Потому что чем занимаются некоммерческие общественные организации? Как правило, тем, до чего у государства не доходят руки, и то, что неинтересно бизнесу. Вот здесь как раз и появляются те гражданские активисты, эти некоммерческие организации, которые вот эту работу берут на себя. Ну, будем надеяться, что хотя бы половина, если пройдет этих проектов и будет поддержана, это просто будет великолепно для республики. А про проект «Язык мой, друг мой» от Союза журналистов России, то, увы, да, расскажите подробнее. Проект «Язык мой, друг мой» сумма запрашиваемая небольшая. То есть мы планируем обратить внимание на людей, которые владеют двумя языками. Русским и туинским. Русским и туинским, конечно. И пропагандировать как раз билингвизм, то есть развитие русского и туинского языка. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что у нас многие русские не знают туинского языка, многие туинцы плохо говорят по-русски. Говорят, но не в совершенстве, конечно. И здесь будет и конкурс профессионального журналистского языка на двух языках, аглематолитовое перо. И здесь мы еще хотим привлечь детей для того, чтобы русские ребятишки, или русскоязычные ребятишки учили стихотворение на туинском языке. И наоборот, тем более туинское книжное издательство в этом случае на помощь. Они выпустили великолепную книгу стихов на русском и с переводом на туинский язык. То есть ты можешь, наша Таня, громко плачет прочитать и на русском языке, и тут же понять, как это звучит на туинском языке. Ну и, конечно, участие в услугу РЭ обязательно, потому что там приезжает очень много гостей. И будем там, в том числе, проводить этот конкурс. Главное, что это межнациональное и межконфессиональное согласие. Когда люди знают и уважают язык другой нации, да, конечно, они по-другому начинают относиться уважительно к этой нации. Вот такую задачу мы перед собой поставили в Союзе журналистов Турэн. Спасибо. Аяс Валерьевич, расскажите про проект «Дышим свободно» от Совета молодых врачей. Да. Мы, как молодые врачи, соответственно, проект подали, заявку подали на тему профилактики заболеваний и выбрали такое социально значимое заболевание, как туберкулез. Которое у нас в республике, да? Да, которое мы лидируем уже в течение многих лет. И из-за того, что мы сейчас по положению конкурса еще год не прошел, мы можем только подавать заявку на 500 тысяч рублей. И раз денег поменьше, то мы, соответственно, выбрали маленький регион. Наш маленький Кожун, это Чахильский Кожун выбрали. Почему? Потому что по республике Тува Чахильский Кожун по уровню заболеваемости полтора раза выше в селах по республике. И еще Кожун, получается, недалеко от Козыла, чтобы нам проще было с ними там работать. И мы думаем снизить, ну, основной показателем будет снижение заболеваемости туберкулезом в Чахильском Кожуне. И вот Эльвира Сергеевна сказала, что будут и другие конкурсы, да, второй, третий. Вот на эти проекты мы уже собираемся подавать на всю республику, чтобы мы могли охватить всю республику. Ну и, соответственно, таким образом уже снижать заболеваемость по всей республике, чтобы уровень заболеваемости по Сибирскому округу и в Туве были равнозначными. Проект наш вот такой получается. Расскажите подробно, что у вас в дальнейших планах? Примите участие потом. Да, сейчас это, получается, наш третий конкурс, получается, да, первый грантовый конкурс, это Адам Альберт, то есть, производил команда 2030, мы тогда победили 100 тысяч рублей на поддержку волонтеров-медиков. Второй конкурс наш был, это Росмолодежь. Мы подали, ну, у нас не получилось, это такой плохой опыт наш, и вот мы третий раз подаем заявку на президентские гранты. Что вы ждете, что вы ожидаете? Ну, ожидаем, соответственно, что мы получим всю сумму, все 500 тысяч. У нас так-то по смете получилось 567 тысяч. 67 тысяч мы нашли спонсора, который нам уже софинансирует данный проект. Бизнесмен, получается, заинтересован в нашем проекте, как медсенат. Ну, в дальнейшем думаем, чтобы заболеваемость по туберкулезу по республике все-таки снизилась. То есть, это самое главное. Да, это самое главное. Ну, соответственно, мы как врачи, мы в этом заинтересованы. Ну, и, соответственно, как жители нашей республики, мы в этом очень заинтересованы. Спасибо. Ольга Сергеевна, расскажите о других грантах. Где могут принять участие грантские организации? Прежде чем начать о грантах, я, наверное, немножко добавлю о том, что вот департамент, как куратор отрасли государственной молодежной политики, отрадно, что среди молодежно-общественных организаций все больше и больше появляются официально зарегистрированные организации. Вот недавно, например, все-таки молодых специалистов отрасли очень много на самом деле, но из них только вот совет молодых врачей республики ТВА имеет официальный статус. Недавно, вот буквально в феврале месяце зарегистрировалась еще одна молодежная организация, это совет студентов республики ТВА, тоже начинающая организация очень серьезно, намеренно хочет работать в общественной деятельности. У нас у департамента есть положительный опыт работы с некоммерческими организациями в части реализации мероприятий. То есть, например, проведение оригинального этапа Всероссийского конкурса «Студенческая весна» у нас ежегодно проводит Союз молодежи ТВА. Мы заключаем с ним договорное оказание услуг, так как в том, что они официально зарегистрированы организацией. Они полностью берут данные мероприятия под ключ, то есть разрабатывают положение конкурса, собирают заявки, проводят, то есть полностью берут на себя данные мероприятия. То есть этот опыт можно перенять и другим органам исполнительной власти на сегодняшний день. Я уже говорила, что грантовые конкурсы, к сожалению, на сегодняшний день очень мало, их только три органа исполнительной власти проводят. Поэтому некоммерческие организации существуют только за счет субсидий, которые могут выделять данные органы власти, либо участвовать в фонде президентских грантов. На сегодняшний день на всероссийском уровне объявлен еще один конкурс. Это конкурс Министерства спорта Российской Федерации. Я надеюсь, что Министерство спорта Республики ТВА все-таки активизирует среди федераций и все-таки подготовит достаточное количество заявок на этот конкурс. Еще в апреле месяце объявляется конкурс Общенационального союза некоммерческих организаций. То есть возможности есть. Главное, чтобы представители некоммерческих организаций все-таки не имели вот эти конкурсы как источник доходов, а понимали, что есть возможность, есть ресурсы, с помощью которых можно реализовать свои намеченные идеи, замыслы и проекты. Спасибо. Эльвира Сергеевна, дополните. Я хочу поделиться своим впечатлением и ощущением. В прошлом году в мае в Новосибирске фонд президентских грантов проводил форум победителей. И я в числе победителей грантового конкурса тоже там принимала участие. Знаете, поражает то количество людей, которые там присутствовали и сегодня. Это мы тоже можем наблюдать и в нашей республике. У нас есть люди, которые горят душой, у которых сердце открыто на то, чтобы сделать что-то для других. На примере молодых врачей. То есть, конечно, у них не задача получить эти деньги. У них задача снизить заболеваемость. В нерабочее время. Время, которое они в том числе где-то забирают, может быть, от семьи, у себя. То есть, они едут и это делают. И вот то количество людей, которые там были, спасают Байкал, леса, птиц, животных, людей, помогают инвалидам. На мой взгляд, это, наверное, одни из лучших людей нашей страны и нашей республики. Потому что они все это делают бескорыстно, с открытым сердцем, с доброй душой и с таким же посылом к другим людям. Поэтому от всего сердца, от всей души, всем нашим некоммерческим организациям желаю обязательно победы в конкурсе и реализации своих проектов. Ну, Вы абсолютно правы. А как Вы оцениваете шансы на победу проектов? Не у всех они есть, честно говоря. А что в самом главном приоритете победы? В приоритете реалистичность целей. Вот те общественные организации, которые обращались в общественную палату, лично ко мне, Кан Валерии Сергеевне, которая тоже оказала очень серьезную поддержку в оценке этих проектов. И смотрите, вот проект, да, мы-то здесь знаем, да, вот что у нас туберкулез, еще что-то, какие-то проблемы, задачи, которые необходимо решать. А эксперты, они со всей России, и они не понимают. Поэтому проект должен быть написан так, чтобы я прочитала, я поняла. Надо помочь республике, надо помочь волонтерам-медикам. Вот реалистичность проекта, актуальность задач, и когда там вот не такой список по 20 задач, когда у нас одна цель и три конкретные задачи, на мой взгляд, конечно, такой проект имеет больше шансов на успех, на получение средств и, конечно, на его реализацию. Ну, есть такие проекты, которые вот, они нужны, они важны, но они не до конца проработаны. Ну, первый шаг, то, что хорошо, первый шаг уже сделан. Комментарии не получат люди, которые не прошли, вернее, некоммерческие общественные организации. Никто им не будет отправлять и говорить, ребята, вы это не доработали. Нет, все равно придется работать самим, искать тех людей, которые смогут подсказать, которые смогут где-то направить. Ну, это уже другая сторона вопроса. Думаю, все равно будем помогать, все равно будем работать. Ну, шаг сделан, и это здорово. Спасибо. Аяс Валерьевич, дополните. Ну, сейчас вот Ольга Сергеевна сказала, что Минтрут нашей республики проводит конкурс до 5 апреля, ну, и всем некоммерческим организациям объявляю, говорю, и мы там же собираемся участвовать. Ну, предположительно, там сумма, не как в президентских грантах, миллионами, миллиардами. Примерно 150 тысяч на организацию. Миллион сто. Миллион сто, а общая сумма, да. Ну, и, соответственно, по 150, ну, думаю, тоже очень хорошая сумма. И мы также туда планируем тоже участвовать, подавать заявку. Сейчас думаем, идеи есть. Сейчас внутри команды спорим, какой проект, этот проект, или этот, про дуберкулез туда подавать. Ну, варианты есть, и чистки зубов может быть, чтобы в других детсадах, чтобы ребята тоже чистили зубы. Ну, есть проект, сейчас спор идет внутри организации. Ну, да, и вот Эльвира Сергеевна сказала, да, о том, что мы, как общественная организация, на конкурсы мы не надеемся. Вот Ольга Сергеевна тоже сказала, да. Мы сейчас, вот 15-го числа мы подали на президентские гранты, 16-го числа мы уже поехали в Суткуль. Просто сами поехали, оказали медицинскую помощь населению Суткульского Пожума. Сейчас планируем также в Тожо поехать, Чадаму, Лухэм, то есть, ну, как общественная организация. Ну, работа интересная, нам нравится. Работу расскажите, пожалуйста, с населением, какую работу вы делаете? Ну, сейчас вот мы поняли, что вот есть большой губернаторский проект, да, маршрут здоровья. И пока получается, вот этот маршрут по всей республике раздержает, другим кожунам внимания чуть-чуть поменьше остается, и срок большой получается. И вот этот промежуток, получается, мы ездим. Вот, получается, под проект маршрута здоровья у нас не такое шикарное оборудование, как у маршрута здоровья, но мы сами, молодые врачи, собираемся, созваниваемся, спрашиваем у главных врачей, какие специалисты им нужны, ну, и потом едем к ним. Вот, в таком русле мы работаем. Спасибо. Все? Кто-нибудь хотите добавить? Ну, я, наверное, добавлю, что просто вот, если все-таки нас услышали представители некоммерческих организаций, вы можете обращаться не только в департамент по делам молодежи некоммерческой организации за консультацией, методической помощью по разработке проектов. Также вас проконсультируют и ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций добровольчества, который находится в Доме народного творчества. И для вас всегда открыты двери Общественной палаты Республики ТВА. Как общественная организация попрошу у ресурсного центра, у департамента оказывать нам юридическую помощь, получается, при переходе с коммерческой формы организации на социально ориентирование, так называемое САНКО, да? И также поддержку именно по бухгалтерии. Вот когда мы подавали на президентские гранты, там надо было посчитать зарплату, это все, мы решили от этого всего отказаться, там эндофил посчитать, это все переводить. Это очень трудно, муторно. Мы написали только на свои такие более легкие средства, там основные, там индивидуальные средства защиты, здесь растворы мы написали. А на самом деле там есть все-таки людям надо, некоторым людям, да, которых мы привлекаем, надо зарплату выдавать, а это все считать мы, соответственно, не умеем. Мы просим оказать бухгалтерскую помощь и юридическую помощь. Да, гепартамент по делам молодежи и НКО совместно с общественной палатой все-таки разработал тематику обучающих семинаров для НКО, поэтому мы скоро их объявим и будем приглашать всех вас. Да, и по отчетам, получается, да. Мы в прошлом году создали организацию, отчеты, когда сдавать за 18-й год, за квартал как подавать, ну и так далее, вот такие тонкие бумажные работы получаются. Мы вас поддержим, мы вас не бросим. Вместе с департаментом, общественная палата запланировали и по отчетности семинары, и даже запланировали семинар с представителями органов исполнительной власти для того, чтобы уже им рассказать, как работать и как вам помогать. Спасибо большое. Не переживайте, все это будет сделано. Тем более вы нам тоже, как эксперт, помогли при подаче заявки на президентские гранты. Мы по вашей рекомендации тоже... За вас я больше всех переживаю. Мы там изменились, что-то поддавали, как вы нам порекомендовали. Спасибо вам большое. Спасибо нашим гостям, что пришли к нам в студию. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.